Девушки отдыхают 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 Боже, Лёха, так есть, косится, не могу, у меня уже просто живот ужасно болит просто. Блин, у меня тоже, может, биццу закажешь? Ну, конечно, давай закажем. Ну, сейчас я посмотрю. Ну, давай, звоним быстрее. Что-то синяю милую. Алло, вам можно биццу заказать? Ага, через 5 минут будет, все, спасибо. Спасибо. Доставка пиццы. Зачем мы сюда-то зашли? Нельзя, вы заказывали, забирайте. Девочка, деньги мне дай. Это что такое? Это не наше, это все не наше. Простите, пожалуйста. Дежурный, откройте расчевалку. Девятый класс, откройте. Не смейте, по-моему, не наше, пожалуйста. Девятый класс, откройте. Пошли, откройте. Еще родители. Больше не мог будет это, без того, больше всего. У меня уже ноги сходят, не могу больше. Здравствуйте, мне, пожалуйста, Манарин, я в 10-й Аль, баракный город, 9-й Аль. Сейчас все будет. Спасибо. В этот раз я точно не пойду. Нет, я тоже не пойду. Нам опять придется взрослым способом играть. Придется. Да я написала, что я опять проиграю, так нечестно, почему-то все для меня выбирается. Нет, ну это вообще уже без какие ворота. Извините, пожалуйста, я 40 минут назад переходила, мне нужны мои дети. Причем я один, а два, два ребенка. Что значит, позвоню? Алло, Юля, ты где на этот жалок? Приходи быстрее. Да, Юля, нужны мои дети, что с ними делаете? Все, сейчас их приведут. Юля, ты где? Детишки, спокойнее, дети, спокойнее. Дети, вы заберите своих детей. Дети, мои любименькие, у моей дойки вас обижали? Жалобы. Как вы могли вообще поднять руку на моих детей? Что значит, не трогала? Почему они тогда так говорят? Да я на вас жалобу напишу. Я вам покажу. Что за вы, господи, постоянно уходят в жалоб? Здравствуйте, молодые люди, мне, пожалуйста, Кристину Леонидову десятая и побыстрее. Торопимся лучше. Сейчас, уйдай. Ну что, в этот раз я пойду. Ну иди уже, а то я надоела. Проходи сюда. Девочка, где мой ребенок? Не приходили ни за каким-то ребенком. Вообще-то я его жду уже 40 минут. Где моя дочь? Да какие 40 минут? Я вас первый раз вижу в жизни. Девочка, да ты вообще знаешь, кто мой муж? Да кто ваш муж? Девушка, вы что, на мою жену, Олег? Где моя дочь я не собираюсь тут полдня торчать? Мы сейчас всех приведем. Лех, ну я не поняла, ты где? Я вот тут стою, они на меня уже все кричат. Давай быстрее, уже время. Подходь, давай. Ну может я хоть и вещи возьму? Ой, ой, ой. Ой, ой. Забирайте свою ребенка, переростка. Пойдем, доченька. Наконец-то этот день закончился. Боже мой, можно будет дома отдохнуть. Блин, вторую смену не отвели, отвели, господи. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ А теперь на сцену приглашается команда 11 класса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В далеком 2019 году школу закончил 11-й А-класс. Давайте представим 40 лет спустя. ПЕСНЯ Я вспоминаю, я хопаю, в этом мире только мы один. Ля, здорово! ПЕСНЯ Я ляжу, вы тут Новый год празднуете, да? Ёлка, смотрю, надетая уже. Ха! 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 Ха-ха! Ха-хей! Ха-хе! Ха-хE! Ха-х ca-х! Хата-х! Хх finden! Иван, давно я его не видел. Сейчас позвоним. Увидимся. Алло? Алло. Алло. Кто? Алло. Здорово. Это я, твой бывший одноклассник. Что, забыла? Андрей, Гайш, за одной партой сидели. А у меня упор на пушках. Да. Давай ко мне на Ялту, гони. Сейчас приеду. Первый есть. Ялту, я у тебя. И Дашу, сочный песок, приходи. Адрюш, ты ее красивый. Привет, Армения моя. Ты мой для меня. Адрюш, Адрюш, Адрюш! О, моя праздник! О, привет! О, привет! Ну, с года идут, сорок лет, как-никак. Качаюсь немножко. А тебе подарки привита. Бертики. О, беда! Самый суть. О, беда! Бабу кормила, бабу кормила. Не отравили? Нет, конечно. Нет, все, тогда нормально. Конечно, но мы же не обманываем. Ну, давайте, да, проходите за стол. Так. Сейчас еще кому-нибудь позвоню. Так. О, Олеся Баварские колбаски. Она тут в Германию уехала жить. Ну, ничего, сейчас переедет в Ялту. Я-я! Здорово, Олеська! Гутен Морген! Ты узнал меня? Нет. Нет? Нет? За мной партой сидели. Ой, да с кем-то только не сидели. А, ты шуты ли это? Ну, конечно, я. Ну, вспомнила, вспомнила. Да. Давай-ка ты ко мне на Ялту, что ли, приезжай. Ага. Мчу, дорогой. Давай, первым рейсом. Чмоки-чмоки. Чмоки. Гутен Морген. Скаживайся за стол, там все наши. Я, 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 я. Олеска! Болтать. Так, наберем еще кого-нибудь тут. О, Даня, не дать нельзя, вдох не давать. Сейчас наберем. Да. Алло, здорово, Даня. Так и кто это? Да я, ты шо, забыл? А, Андрей, вспомнил. Давай ко мне на Ялту, Ани, да? Конечко приедет. Все, жду. Здравствуйте. Здорово. Что, как у вас дела? Не фонтан, но брызги есть, да. А вы как? Ну, у меня все хорошо, но у меня все все равно. Со мной мама приехала. Мама, выходи. Мама, что ты встала, выходи. Ля, ты шо, с мамой приехал? А, это он с мамой приехал. Тетя. А, Андрей, вы шестой. Здравствуйте, моя любимая. Мама, дорогой. Да, да, да. Я сходал. Ах, ну да, да, сорок лет. Ну, давайте, проходите. А вы на что-то приехали? Да что, мать в кровь, хочешь загнать, здесь еще глубже. Давно. О, еще тут один клиентик нарисовался. Жамиля, самая нормальная ученица в нашем классе была. Сейчас наберег. По крайней мере, она единственная, кто порог на ее перешел. Алло. Алло, Жамилька. Привет, Андрюша. Узнала, моя хорошая якутянка. Конечно, узнала. Давай, прилетай ко мне на Ялту, ща Новый год праздновать будем. Конечно, приезд. Давай, жду. В эти белые края, вновь и 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 вновь, и вновь и вновь и вновь и вновь. Жамиля! Привет, Андрюша. Я тебе лучше подарок. Алинина. Свежая. Ну, спасибо. Давай, пересаживайся за стол. Там все наши. Да, надо еще кого-то позвать, а то скучно будет. О, Маша. А стенится Ялта недорого. Ща наберем, прилетит. Алло. Алло. Кто это? Маш, ну я, Андрей. А, Андрей уже. Да, за мной папе сидели. Че, не узнал еще? Мы ходим, ходим. Давай, гони ко мне на Ялту, Новый год праздновать. Гоню, гоню. Давай, давай. А впереди жаленья. Мы не приходим. Бля, доброй словаре, он в Сочи. За то, что снял меня с тобой. Да, словаре, горячее. Не на работе, не на работе. Я в тебе не сомневался. Проходи за стол, ребята. Да, да, да. Там все наши. Надо еще кого-нибудь позвать, а то помру со скуки. Так, о, виха белорусская картоха. Ща мне привезет чай. Брак позвать. Алло. Алло. Кто это? Вик, я, Андрей. Андрей, не знаю, как он Андрей. Че, забыла? За одной партой сидишь. Не, не помню. Мы ж с тобой с ЕГЭ, это, нас выгнали из одной аудитории. А, Андруша, ты? Да, я, конечно. Здравствуй, дорогой. Ну, вспомнила. Да, конечно, вспомнила. Давай ко мне на Ялту приезжай, у меня картоха закончилась. О, привезу картошку, еще что-то надо? Давай. Может, Лукашенко привезти, тоже. Он где-то там в картошке роется, да? Да, поищу. А все наши-то приехали. Мы приехали все, тебя не хватает. Все, я еду. Все, давай, ага, жду. А, Андрушка, Господи, 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 Возмушал, 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 Господи. Это вот тебе из Белоруссии привезла. Свежие. Свежие, свежайшие. Картоха где? Картохи нет. Беда. А где же все наши? Косяк. Где все наши? Наши, да вон там, где-то здесь. Вот, пошли, идем. Ребята, а где же стол? Стоп, нет, стоп. Где ваши гостеприимства? Где стол? Быстро, магазин? Быстро. Вика, Джан, я у себя в Армении гадать научилась. Вот лично тебя, как открытую книгу читаю. Да я неправда, не верю я, Господи. Магия какая-то. Нет, 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 не надо. Хочешь? Докажу. Ну, давайте попробуем, но я не верю. Вот смотри, вот твой номер телефона. На плюс семь начинается. Господи, правда, правда, начинается, Господи. А следующее? Вот челядка. Боже, правда, правда. А дальше? Дальше что? Ну, не буду говорить. Что-то я всем буду кассать, личные данные, значит. Правда, не буду. Не буду. А еще вижу. Да у тебя часто голова болит. Правда, Борит, а почему? Откуда ты узнала, Господи? Там минус тридцать без саблии ходит. Господи. Ну, раз правда, ну, верю, верю. Расскажи, что же год розовой хрюши мне принесет. Расскажи. Ах, я тебе так скажу. У тебя не год розовой хрюши будет, год свиньи у тебя будет. Вай, 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 разнесут тебя. Кто там здесь? Это картошка, сын. Ты мало года будешь. А картошка, видишь, ты не пешкаешь, да? Картошка, вижу. Ну, в общем, как вы все убедились, я колдунья пятого колена по колену. Сниму порчу, сниму глаз, сниму юбилей, все что угодно. Обращайтесь. Давайте я вот немножко поколдунью тут. Вижу, вон там вот мужчина на пятом ряду. О, проблема у вас к колону. Мучаетесь, бедный. Терпи, не поднимаюсь из-за тебя весь ряд. Ну, совесть поймей. О, а что ж? Надя, ну, вон, 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 милая. Вот подумайте сейчас о чем-нибудь на Валеже. О, так же самое больно стало. Вижу я, одиннадцатый аквас вообще уже совесть потерял. Что отграды спи зовут, да, у меня кто-то... Ну, вы не переживайте, я поговорю по колдунью. Все будет хорошо. Я отвечаю. Ну, в общем, конечно, записывайтесь ко мне на личные консультации. Номерок потом скажу. Ой, Олесь, а помнишь, как мы танцевали? Так, это было виртуозно, просто кастич, фантастич. Не дай бог это вспомнить. А давай нас все-таки вспомним? Ну, давай. Ну, пойдем. Жанилечка, моя самая любимая. Ученица Дарья Константиновна. Как я ждала, как я ждала этот день. Ну, где же там наш партнер, он будет? Да ему после прошлого раза гипс-ноложение. Но он сегодня обещал выйти. Даня, Даня, выходи. Жамиль, может, не надо? Надо-надо, выходи. Жамиль, ну куда мне? У меня же нога. Так, сегодня мы с вами будем делать суперподдержки. Мы с вами совершим фурор. Мы с вами будем делать сальто на пупке, три кувырка вперед, три кувырка назад и березку. Нет, не надо. Ну, у меня же нога. Так. Стали в пару дел. Вот как это? Вот как это? О-о-о-о. Я не умею. Тяжелый случай. Ну, ничего. Даже из таких Папуашвили можно сделать. Все решит один звонок. Алло. Да. Ребята на помощь. Едем. Едем. Сейчас будем. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Все будет хорошо, я это знаю. Ну, и, ну, мы в спор. Угу. А, Миша! Каневку! Маш! Пятерки! Ура! Миш! А, Маш, что? Маш, а мама-то на родительском собрании? Маш, мы с тобой, наверное, не пятерки утили, забыла. У нас отличные оценки поведения на пять. Ну, то-то ладно! Да! А! Маш! Маш! Маша! Мама! Мама пришла! Мой малыш! Господи! Господи, Боже! Маш! Пыль! 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 Ну, так, Академик! Сходила я на собрание. Что? На собрание? Тройка у вас по физике. По астрономии. По поведению два. Мам! Мама, она мне постоянно мешает! Это не я! Мам! Это не я! Честное слово! Я сейчас отца позову. Мамушка! Пошел, от конец! Академик! Господи, порой! Господи, порой! Давай! Давай с ними сделаем, что ли. Что? Натворили! Папа! Опять на тройке! Ну, что натворили-то? Одна троечка! По физике одна! Вы ж мои слухнички! Вы же, бать-ка, на одни двойки учились! Вы зашли, отца! Папка! Люблю! Идите, деточки, гуляйте! Ой, деточки! Черт с ним! Сверху! Только в лесу и так темноте! Лето и лето и санно! Темноте! Лето и лето и санно! Ой, господи, кажется, пять минут до Нового года! Да, надо приготовиться! Картофель, где картофель! Где картофель? Где картофель? Где картофель? Ребята, стойте, стойте, господи! Да, что случилось? Все равно, что мы не похожи. Господи, одна музыка у нас под кожей. Мы не похожи, а на музыка у нас похожи. Всё равно, что мы не похожи, а на музыка у нас похожи. Мы не похожи, мы не похожи. Аплодисменты, ребята, они очень сильно старались. А теперь встречаем наших любимых учтей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И убежали. Стоять! Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы скажем про них всё, что мы думаем. А для красноречия, и чтобы поняли с первого раза, предлагаю употреблять жаргон. И чем больше, тем лучше. Я, как учитель с математическим образованием, беру на себя миссию избавиться от одного, двумя и тремян неизвестными. Стоп! Вы что тут устроили, господа? Хулиганы, тут мочи, бездельники и прочие лица учительской национальности. Расслабили? Слушайте меня внимательно. На сегодня поступили следующие наряды. Дежурных три человека. Уборка снега два человека. Огласите весь список, пожалуйста. Клуб. Ночной? Нет, весёлых и находчивых. Участвуют все присутствующие. Начать начинается. Можем и начать. Ну, начнем. Его мы обучаем, и если что не так, нам это не прощает. Мы приветствуем сейчас. Привет! Баджур! Каллоу! И новогодний КВН мы круто проведём. Ну-ка все вместе. Скуку отбросьте. Лучше по-хорошему, вот мы теплодошки. Лучше по-хорошему, вот мы теплодошки. Так вас приветствует команда КАФ. РДС. Кого могли, того собрали. Вот тут и год уже прошёл. А мы всё хахмим, да хахмим. КВН. Злостная штука. Вот только шутки-то где брать? Где? Да в школе, что не день, то и нет. Прекрасно. Жизнь в школе. А главный герой – учитель. Каждый раз под Новый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Нет, не в баню, на работу. Итак, чего мы ждем с коллеги? Сдается мне, кто-то опаздывает. Начальство не опаздывает, начальство задерживается. Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем пиццовет. А зачем? А зачем? Кто сказал? Я? Пиццовет, мы так рады совещаться. Пиццовет, пиццовет, нам же некуда деваться. Итак, на повестке дня отчет за уходящий год. Но сегодня же 31 декабря. Коллеги, попрошу тишины. Начальная школа, вам слово. У нас всегда отлично, все дети успевают. На чтении считаем, а на пении поем в столовку ходим дружно. В музей мы посещаем, в днюю урочку заметим, до трех часов идем. А если что-то случится, то мы не унываем, ведь на месте рабочем практически живем. Хорошо, послушаем учителя физкультуры. Евгения Владимировна, Александр Николаевич тут заявление написал? Какое еще заявление? Ну-ка, давайте, зачитывайте. Челобитная Ой ты, гой, виси, красное солнышко, директор наш, Свет Петровна. Благодарствую тебе, боярыня наша, за заботу твою и блага прочие. Шлет поклон тебе отрок дел спортивных. И просит дать вольную на одни сутки рабочие, предновогодние, Дабы изведать землю заморскую. Турции нарекаю. Вопреки наговорам злым и всяким песнопением, прочим, зарекаюсь. Не пужать жителей тамошних и другие твои безобразия, Дабы не посрамить школу нашу пренебесную. И имени твоего светлого. Да не спадет на тебя всемилостливая государня, благодать неземная. Благолепие невиданно хоромам твоим. И много златов твоих закрома. Надеюсь на вас и уповаю. Хорошо. Вот умеют же люди отпрашивать, смеются с коллеги. А вы чего дрожите, коллега? Вы же у нас молодой специалист. Не бойтесь, мы вам поможем. Как обстоят дела на уроках математики? Я даже не знаю, с чего начать. Не волнуйтесь, начинайте сразу с припева. И в девятый класс явился, И понял все тогда, Проверив первые работы. Чума, чума, чума. Вы написали мне такого. Дам я там сума. Как аминствовать ЕГЭ? Не приложу, мать. Не расстраивайтесь вы так, все будет хорошо. Учителя информатики приготовили отчет в виде презентации. Давайте посмотрим. Давайте. Каждый день мы бежали на работу. И нас ждали детишки, очень разные. Иногда они были трогательные и беззащитные. А иногда просто как мы писали планы. Организовывали мне урочку. Мы успевали удивляться. И хорошо выглядеть. Следить за модой. Заниматься спортом. И пусть в среде улыбка была кривовата. А в пятнице и плечоска не очень. Иногда хотелось спрятаться. Ничего не видеть и не слышать. Настроение портилось. И хотелось кого-нибудь укусить. Но ведь рядом были наши любимые ученики. Не хотелось заботы и тепла. Рядом были любимые коллеги. И вообще просто нужно выспаться. Нужно выспаться. И к Новому году мы будем готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, давайте заканчивать наше совещание. Можно и садоваться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу в десятый. Ну давайте с вами поскоревтируем. То есть смотрите, у нас кнопки начинают работать только тогда, когда игроки нажимают на нее. Пробуем. Пожалуйста, только громко кричите, потому что... А давайте мы вам микрофоны дадим, чтобы сразу понимать, кто у нас первый, кто второй, кто третий. Так, а у нас будет три-то? Девочки, вот у кого микрофона в зале, дайте, пожалуйста, Жень, принеси. Итак, ну что же, давайте, наверное, первый вопрос будет разминочный. Вот туда дай, вот туда дай. Так, первый вопрос разминочный, мы проверяем. Хорошо падает. Так, Кристина, тебе придется, Кать, давай быстрее. Ну что ж ты, сидишь, смотришь на нас. Итак, значит, давайте разминку. Первый раз попробуем. Приготовились? Микрофон проверили, всех работают? Тимур Михайлович, включите. Ключи. Красава. Все, работаем. Тимур Михайлович, сейчас мы вам, дорогой, мы включим все. Тимур Михайлович, подстроим. Куни услышим. Отлично. Итак, ну что же, давайте проверим сначала. Наши кнопки работают. Не забыли сигналы? Давайте еще разочек. Пи-ку. Нажмите и кросс на кнопку. Хочу десятки. Можно одной рукой сломать иголы. Их десятки еще нужно. Итак, первый вопрос. Когда мы отмечаем Новый год? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я хочу десятки. Кнопки вы срабатываете только тогда, когда игрок вам начнет на вашу кнопку. Понимаете? Вы не можете с вами орать, когда вы хотите. Для того, чтобы вам узнать правильный ответ, я буду читать те ответы, варианты ответов. Ладно, приготовимся. Вы еще поняли, да? Все, поехали. Первый вопрос. Читаю его до конца. Три варианта ответа. А потом уже сигналим. От какого народа россияне позаимствовали новогоднюю елку? А. От древних греков. Б. От древних римлян. В. От древних германских. Круф. Круф. Уважаемый жюри, я вообще не понимаю. Кто? Кто? Круф. У. 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 У, пожалуйста, игрок. Я думаю, что... Б. От древних римлян. Б. От древних римлян вы думаете? Нет, к сожалению. Берем. Берем. Би. Би. Греция. Греция? Нет. Ерманс. Уважаемый жюри, бля. Достаю значку, значит, что... Уважаемый жюри. Третья бей, не ответила. Просто на 100-м, на 100-м правильный ответ. Второй вопрос. В какой стране за неделю до Нового года устраивают танцы? А. А. Бразилия. Б. Аргентина. В. Мексика. Хочу в десятый. Хочу в десятый. Пожалуйста. Аргентина, думаете, вы мерцы? Мексика. Мы думаем, что это... Мексика. В России осталась и Мексика. Правильно, Мексика. Вопрос номер три. Что нужно проглотить к убийцам на счастье в первые секунды наступившего Нового года? А. 12 виноградинок. Б. 12 смородинок. В. 12 вишенок. Блин, хочу в десятый. Хочу в десятый. Я не приеду. Мне кажется, пизд был. Пизд. А, это что? Виноград. Виноград. Правильно. Вау. Вопрос номер четыре. Как пананцы задабривают Новый год, когда часы продвит полночь? А. Поют песни. Б. Разбрасывают по улицам конфеты. В. Устраивают шум, гам и грохот. Крихот, в десятый. Пип, пип, пип. По-моему, пип был. Маш, ты не сдашь, пусто. Скажи мне, пожалуйста. Вариант три. Вариант три. Устраивают шум, гам и грохот. Совершенно верно. Вопрос номер пять. Сколько раз в году встречают Непальцы новогодний праздник? А. Один. Б. Два. В. Три. В десятый, в десятый, в десятый. Хочу в десятый. Я даже отсюда слышала хлопок по голове. Отвечаю. Третий вариант. Три. Сколько раз в году встречают Непальцы. Три. Совершенно верно. Итак, впереди нас еще ждут пять вопросов. А сейчас, чтобы сократить время приготовления к следующему конкурсу, я прошу трех участников от команды учеников и одиннадцатого класса пройти за кулисой, и два участника от команды учителей. Пройдите, пожалуйста. Мы будем готовиться к нашему традиционному конкурсу, который называется Театр Экспрук. Вы пока будете переодеваться, а мы продолжим наш конкурс. Итак, держите вот листочки. Саш, распредели, пожалуйста. Так, а мы продолжаем. Все туда ушли? Да. Следующий вопрос. Когда начинался Новый год у древних славян? А. Первого марта. Б. Одиннадцатого апреля. В. Тридцать первого мая. Я видел. Итак, Наталья Ивановна. Как что-то про марта. Первого марта. Совершенно верно. Итак, аплодисменты. Вопрос номер семь. Какая новогодняя традиция существует у ласкового народа? А. Ласково. А. Катание на слонах. Б. Пускание мыльных пузырей. В. Обливание водой. Десятый. 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 Любовь Питерна, скажите, вы как-то услеживаете цель? Десятый. Ку. На секунду. Десятый. Ку тогда. Третий ряд. Обливание водой. Обливание водой. Совершенно верно. Молодцы. Восьмой вопрос. Первая встреча с кем? Первый января. Итальянцу предвещает благополучный Новый год. Руку берите от кнопки, Виктория. А. Со священником. Б. С полицейским. В. Со стариком. Нет. Десятый. 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 Пип. Будешь, да, по-моему? Пип. Второй ряд. Второй ряд. С полицейским. Нет, к сожалению. Десятый. Хочу в десятый. Десятый. Нет. В десятый. Хочу все равно остается балл педагогам. Девятый вопрос. Когда празднует Новый год иудеев? А. В начале января. Б. В середине апреля. В. В конце сентября. В десятый. В десятый. В десятый. Хочу в десятый. Первый ряд. Первый ряд. В десятый. У вас ку? У вас на первые. Здесь. Нет. Почему вы ку? Телефир? Ай, ну раз. В сентября. В ступере. Я поняла. Забыла. В Девятый год мы обоедлием. Я вот-овряд на пекалах. Бед лег и несправни. Нет, нам деться. Честой. Почему не сядь? Наталья Юрьева? Какой, в сентябре. В сентябре? Правильно, каят сентября. Молодцы, волосы, молодцы. И последний вопрос, решающий. Внимание, кнопки собрались. Ведущие тоже. И участники. Из чего делают новогодние гирлянды жители острова Бали? А. Из фольги и бумаги. Б. Из листьев и цветов. В. Из перьев экзотических птичек. В. Из листьев и цветов. В. Из листьев и цветов. В. Из листьев и цветов. Спасибо большое, дорогие участники. Кнопком поаплодируйте. Вся голова теперь в шишках. Пальше. Итак, дорогие актеры, вы готовы? Хорошо. Итак, дорогие зрители, у нас, как всегда, по традиции, сказка-сказка новогодняя. Театр Экспром. Сейчас вы услышите аудиозапись, а нашим героям необходимо исполнить ту роль, которая им досталась, когда они вытянули жеребий. Итак, все, внимание. В. Из листьев, если я не могу, В. Из листьев и фармане были? В. Из листьев. Нет, наоборот, это зумский класс, а я советую сказать, что это школьные порвания. Дальше. Я поднял последний. Я поднял последний еще один век. Почините. 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 Я вот включал... В. Из листьев трансау, Славной легенширской государстве, Жил был русский богатырь Алеша Попович. В. Из листьев. Следил Алёша за своей мускулатурой и регулярно делал отжимания. Вот как сейчас. Умно-бедный Тоник Юрий. Не бывала у коня страсть. Любил он на ложках играть. И как только начинал играть он на ложках, Алёша бросался в пляс. И бывал у Алёши невеста. И звали её Алёночка. Очень сильно любил Алёша свою Алёнушку и даже целовал. Близилось дело к Новому году и решил Алёша отследить за ёлкой в лес. Согрелся он на коля. И не счастлив. И наконец добрались они до леса. Было очень жутковато. Были воли и стояла гробовая тишина. Юрий сбросил Алёшу и бежать со всех ног. Надо учаться, учаться, учаться. И все, что ты не видишь, не стучаться, стучаться, стучаться. У него стучаться. И стоять за лошадку. Остался наш богатырь один в лесу. И вдруг ему навстречу вышел серый волк. Подошёл он к Алёше и говорит. Папаша, а доньку не найдётся? Решил Алёша спросить у волка совета. Где лучше ёлочку хорошую срубить? Волк очень хорошо знал свой лес, как свои пять пальцев. И сказал, пойдём со мной. Я тебе покажу, где растут настоящие красивые ёлки. Но не очень-то Алёша любил ходить пешком. Садился он на волка и помчались они за ёлкой. И вот наконец он глил на мою самую леску. Увидел Алёша, что на опушке стоят три красивые ёлочки. Садился Алёша вокруг и пошёл к первой ёлке. Подошёл он к ней, пощупал. Мне понравилась Алёша ёлочка. Пошёл он ко вторую. Как же её пощупал. Ммм, понравилась. Пощупал ещё. Очень понравилась. Пощупал тщательнее. Ой, а это не ёлочка. Это оказался дуб. Дубил Алёша и пошёл к третьей ёлочке. Так же её потрогал. Ствол оказался прямой. Иголочки молодые, остренькие. Стряхнул её хорошенько. И действительно, хороша ёлка. Достал Алёша свой топор. И как только замахнулся, вдруг разверглись небеса. Тучи стали гуще. И появился он. Злодей, тугарин, змей. Не испугался Алёша. Достал свой меч леденец. И змей свой кинжал тоже достался. И завязался в голову не на жизнь, а на смерть. И нападал Алёша на змея. И нападал змей на Алёшку. И бились они три дня и три ночи. И вдруг, оттуда не возьмись, Алёнушка, да на коне. И там, и там, и там, и там. И там, и там, и там. Достала Алёна свой оказывать семь. И выпустила всю обоему змея. И упал тугарин на свою землю. А Алёша сел с Алёной на коня. И учался в далёкие края. А волк побежал к змею, наклонился и поцеловал. В Москве змея. Обнялся в тугаре. Обнял волка крепко-крепко. И ещё в Москве. И уже в Москве. И уже в Москве. И уже в Москве. Я не покойник. А теперь вас спешит поздравить вокальная группа «Всохновение». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Камера, улыбаемся, ребята. Вы, конечно, были супер, но книжечки под елочку я вам все-таки положу. Субтитры сделал. Спасибо. Что будет на книжечках написано, вы помните, да? И что? Игорь. Молодцы. Спасибо. Давай еще раз. Вот так же еще было после Игоря. А теперь мы здесь, как мы говорим. Итак, все. Подождите, дорогие друзья. Вы сейчас пока не заходите в спортивный зал. Мы его приготовим для дискотеки. И тогда продолжим наше празднование Нового Года. Игорь Негода. Вроде не сел, я так вот не сел батарейки. А, ну все. Все.